Уважаемые коллеги! Дорогие коллеги! Дорогие коллеги! Дорогие коллеги! Главное о себе это то, что я пришел работать в средства массовой информации в 90-м году в журнал «Знание и сила» был прекрасный журнал, цветной, научно-популярный журнал. К сожалению, он не выжил или выжил в очень слабом виде. Но самое главное в моей информационной жизни то, что в 99-м году мы создали информационное агентство, большое, федеральное, которое с 2002 года называется «Регном». Вот нам скоро 20 лет. Я рассказал, девочки присутствовали. Я рассказал сейчас длинную сказку про историю медиа в последних 20 лет, 30 лет. И для вас скажу коротко и, мне кажется, более ясно. История последних 30 лет для средств массовой информации – это история непрерывных технологических и содержательных революций. 30 лет назад технически появился интернет, но в нашей стране 30 лет назад впервые была объявлена подписка без ограничений на газету-журналы. И рекордом, абсолютным рекордом для интеллектуального толстого журнала «Новый мир» была подписка в миллион подписчиков. Миллион. А рекордная подписка на еженедельную газету «Аргументы и факты» была 30 миллионов. Вот. Потом это все им вышло боком, потому что нужно было оплачивать бумагу, цены подскочили. И этот апогей был, этот рекорд не был перекрыт. Вот. И все 90-е годы абсолютно доминировали и телевидение, и еще более всего печатные издания. Дефолт 98-го года уничтожил очень многие проекты, телевизионные, печатные, и дал новое особое дыхание для интернет-агентств. До этого информационные агентства не были интернет-агентствами, они пользовались специальной системой связи. И очень долго сопротивлялись свободному, бесплатному вещанию в интернете. И РИА, и ТАСС, и Интерфакс. И вот в 98-м году, во время дефолта, когда резко подскочил курс доллара и так далее, стартовал РБК. Он тогда именно стал великим, потому что он в онлайн-режиме сообщал курсы валют, ну и прочие вещи. С тех пор была попытка создать новый жанр интернет-журналов, интернет-информационных агентств, больших агентств. Вот мы, одна из бабочек этого поколения, мы создали большое универсальное общефедеральное агентство, которое по своей бизнес-модели не требовало денег за чтение, а распространяло информацию бесплатно. Но очень быстро технологии бесплатного доступа к информации через интернет были поняты поисковыми машинами. Они создали бесплатные интерфейсы для агрегации новостей, Яндекс.Новости, Гугл.Ньюз и прочее. Сейчас вот выжили немногие. И крупные информационные агентства, частью были уничтожены просто, поскольку не выдержали конкуренции с поисковыми машинами, а частью вынуждены были вступить в особое отношение с поисковыми машинами, чтобы выживать. Мы не вступили в особое отношение, мы боремся иначе. И в течение 2000-х и 2010-х годов возникло абсолютное доминирование поисковых машин, которые делают своими вольными или невольными агентами, своими работниками любое издание, которое индексируется поисковыми машинами. И в этом смысле им альтернативы нет и не было бы, если бы поисковые машины, наша отечественная Яндекс в первую очередь, если бы они оставались простыми роботами, простыми поисковыми машинами, не ставящими перед собой коммерческие задачи. По данным самого Яндекса, сначала 40%, а теперь 95% прибыли Яндекса формируются контекстной рекламой. То есть, поисковая машина перестала быть поисковой машиной, а стала формой рекламирования услуг по любому поисковому слову. Это не может не отбрасывать технологическую тень и на подбор новостей. И очень быстро в последние годы общественная читательская активность переместилась от поисковых машин к социальной сети, которые тоже индексированы, но подбор которых не зависит от коммерческих задач кому бы то ни было, а подбор новостей из социальных сетей формируется своими группами, малыми группами. Возникла теория о том, что малые группы в социальных сетях самые эффективные и так далее. Получилось так, что поисковые машины с помощью интернета сначала уничтожили большую часть печатных изданий, сделали их бессмысленными, нерентабельными, если они не присутствуют в интернете. А присутствие в интернете они быстро покинули бумажные версии, потому что бумажные версии — это всегда убытки. Это сложная логистика, это склады, ну и технологическое производство. А сетевая версия, интернет-версия газеты уж на порядок дешевле и имеет большую аудиторию, никак не ограниченную проблемами вывоза из типографии и прочее. Так вот сначала они уничтожили, конкурентно уничтожили печатную прессу, потом они подчинили своим интернет-правилам телевидение, начали подчинять своим правилам социальные сети и вот тут возникло равновесие. Если сейчас первый канал и Россия номер один имеют зыбкую аудиторию 26-28 миллионов человек, НТВ 20 миллионов человек, то Яндекс 60 миллионов человек, Гугл 70 миллионов человек, а общее число пользователей интернета в нашей стране 100 миллионов человек. И можно себе представить, что вот эта вот дельта, она формируется не только простыми пользователями электронной почты, которые ничем не интересуются, а в первую очередь пользователями социальных сетей. И, например, ВКонтакте 19 миллионов человек, к этому прибавляем одноклассников и так далее. Все это в момент доминирования и диктата поисковых машин резко изменило картину. Если телевидение медленно уходило перед лицом доминирования поисковых машин на второй план, то сейчас поисковые машины тоже перестали расти по своей аудитории, вошли в так называемое плато, и Яндекс даже стал падать по аудитории, а его опередил, вырвался вперед Google. И в этой ситуации, казалось бы, вся читательская энергия, все читательские интересы должны были бы переместиться в социальные сети. Но по структуре своего вещания социальные сети лишь в небольшой степени могут конкурировать с универсальным, сложным, многослойным вещанием поисковых машин, если ты ими умеешь пользоваться. Если ты в поиске информации закладываешь не одного слова, допустим, вишневое варенье, два слова, а закладываешь сложную поисковую конструкцию, то тогда точно ты на выдаче не получишь рекламу магазинов, производителей варенья, производителей его брендов и так далее. Это сложно. Но в эту сложность приходится идти тем, кто профессионально занимается информацией, кто ее потребляет, кто не удовлетворен бесконечными сериалами по телевидению. Ток-шоу – это тоже сериал своими расписанными ролями, функциями. Один лысый беженец Украины исполняет роль злого человека, другой лысый беженец Украины исполняет роль хорошего человека, и все довольны. Главное громко кричать. Это и вызывает естественное отторжение у тех, кто ищет более спокойной и критической информации. И он бы ушел в социальные сети, но пример Инстаграма и пример Фейсбука показал, что Инстаграм эволюционирует в сторону видео, а по формату, по жанру видео в социальных сетях, если оно длится больше трех минут, то оно вообще никому не интересно. За три минуты можно показать красивую кошечку. Даже минимальный телевизионный формат одна часть 13 минут уже слишком большой. А с другой стороны Фейсбук тоже заведомо меньше аудитории высоколобых и как говорят вот как мой старший сын говорит 23 лет это для престарелых. Ну если качественная информация остается отрекается отделяется как сфера активности престарелых то проблемы не у нас престарелых а в инструментах подачи информации. И вот съеденное телевидение доминирование поисковых машин все более коммерческое все более картельное все более управляемое алгоритмами которые ставят своей целью картельный отбор информации перераспределение читательских аудиторий потому что сами по себе вещатели без особых договоренностей с поисковыми машинами давно бы уже формировали бы иную картину которая естественно складывается и эта картина была бы другой а сейчас это управляемый механизм агрегации новостей по определенным задачам так вот казалось бы вот это пад остатки уничтоженного телевидения доминирование мощное 60-70 миллионов на 100 пользователей это очень много непреодолимо много это вступило бы в длительную борьбу с социальными сетями и постепенно постепенно социальные сети доводили бы долю поисковых машин до 50% интернет-аудитории а телевидение там 15 10 но социальные сети простоваты они не удовлетворяют качественным потребностям читателей в пусть коротких но не подчиненных мифологическим рыночным жанрам информациям пусть даже это слухи пусть даже это какие-то склоки но жанр сериала жанр посмотрите на мою кошечку который доминирует в социальных сетях видимо не удовлетворяет не всех и в последние год два особенно вот в этом году идет взрывной рост телеграм-каналов именно они формируют повестку дня они пользуются свободной средой телеграма они быстро наращивают свою аудиторию но грустно выглядит то что 60 миллионов яндекса 70 миллионов гугла оказались слабее с точки зрения формирования повестки дня чем телеграм-каналы максимальной аудитории которых число подписчиков 250 тире 300 тысяч и это не потому что эти 300 тысяч более умные более интегрированные или интриганны нет это потому что вот эти 60 и 70 миллионов они слишком погрязли в коммерческий подбор новостей и поисковых результатов они сами обездвижили себя мифологизировали себя превратили себя в рыночный товар и нынешняя повестка дня ну на ну кроме каких-то там событий там катастрофического свойства который не зависит от людей ну на 80 на 90 процентов формируется взаимными интригами сливами слухами информациями телеграм-каналов которые повторяю сейчас имеют ну 300 тысяч отдельно взят а некоторые очень хорошие очень профессиональные которые ну я целые отрасли ёкают у них сердце останавливается от очередного сообщения телеграм-канала а у него подписчиков всего 2000 это значит все чиновники про соответствующие сферы они сидят в этом канале для них это важно я помню когда мы начали работать в архангельске наше дочернее агентство имело 2000 постоянных читателей но это были постоянные ежиутренние читатели это чиновники администрации приходили на работу и сразу включали эти 2000 человек нам вот так хватало для обратной связи в чебоксарах у нас замечательная редакция работает там 17000 человек и мы были самые любимые тогда когда еще не было активных социальных сетей так что дело не в малом количестве а в том что ты рассказываешь так вот можно прогнозировать две вещи значит влияние поисковых машин будет сокращаться потому что они никогда не откажутся от монетизации своей аудитории а она их губит и погубит то есть доведет их до обычного рыночного инструмента другие поисковые машины созданы не будет потому что это запредельно дорого и будет осваиваться какое-то новое пространство телевидение печатные газеты останутся как декоративные цветы на подоконнике для любителей здесь же виниловые пластинки для любителей коллекционеров несмотря на мп3 так и это тоже будет музейного свойства а телеграм-каналы или подобные если возникнут проблемы у телеграма будут достигать своей естественной аудитории которая примерно равна политическому классу примерно равна потребителю числу потребителей новостей 5-15 миллионов человек а оставшиеся эти 85-95 из интернет-аудитории но к сожалению будут приступленно превращаться в обычного рядового телезрителя который по телевизору смотрит отнюдь не новости а если смотрит новости то видит новости в духе евроньюз которые в течение суток крутят блок один и тот же из одних и тех же четырех новостей и это скорее не новости а тоже какой-то такой политизированный сериал трамп приехал там переехал макрон сказал макрон передумал вообще французский след евроньюз чрезмерно велик просто в силу того что они сидят в лионе и свою лионскую родину они презреть не могут это главное что я хотел полезного сказать для профессиональной аудитории а теперь что я хочу сказать в частном порядке вот работая около 30 лет в медиях и работая около 20 лет в информационном агентстве я могу сказать что через я пропустил через свои руки около тысячи человек сотрудников средств массовой информации обучал принимал на работу увольнял и так далее повышал я не считаю себя журналистом и вот почему медийная революция конца 80-х и 90-х годов не 85-го года а конца 80-х была сделана людьми сторонними по отношению к журналистике и до сих пор первый канал возглавляет биолог Россию один возглавляет историк и так далее с моего родного исторического факультета МГУ вышло много политиков управленцев медийщиков и так далее и я считаю что это не случайно принуждение к самообразованию учащихся на журфаке столь велико я не говорю про технические специальности это здесь как бы речь молчит а вот пишущих не рекламщиков а именно журналистов принуждение необходимость самообразования так велика что очень редко кто выигрывает а современные медиа в последние 30 лет это непрерывная перемена кожи непрерывное самообразование и изменение жанров если я многолетний руководитель средства массовой информации которая выжила с божьей помощью выжила действует если я каждый год пытаюсь с опозданием осознать перемены то молодому человеку это тем более трудно во много раз главное для журналиста если он хочет самоопределиться как журналиста а не как информационщик как-то у нас например мы все-таки информационщики мы производители агентской информации главное то что каждый новый цикл каждый новый виток технологических усовершенствований или технологической конкуренции сферы медиа неизбежно возвращается к качественному интеллектуальному труду только-только победила рыночная поисковая коммерческая машина с простейшими формулировками они еще вчера там широковещательно объявляли что роботов они заведут которые роботы будут производить не могут роботы производить ничего кроме штампов а штампы с точки зрения поисковой машины их же собственных правил поисковой машины уничтожаются как дубликаты и не идут выдачу ну кого вы обманули это был помните кто моего поколения в конце советского времени анекдот приходит человек в магазин и говорит дайте мне килограмм еды вот типовая коммерческая информация это килограмм еды это не хлеб ни колбаса ни молоко это некоторые усредненный даже не полуфабрикат а постфабрикат уже переваренный и выкопанный из земли качественный журналистский труд специализированный труд не умрет никогда а вот 90 процентов копипаста килограммов еды будут умирать как мухи на огне тысячами всегда предпочитаю и предпочитал иметь дело не с теми кто чего изволите а что надо сделать а тот кто пришел со своим знанием со своей экспертизой много молодых людей и в отличие от нашего поколения они более образованные более просвещенные более культурные я говорю это честно без без комплиментов много знает языков но их знание языка ни о чем не существует просто иностранного языка существует язык сфокусирован и специализированный на лексике экономический общественно политический язык там бытовой когда приходит работник соискателя работы я спрашиваю какие языки знаете такие то а специализации языков какие темы если он говорит что так просто поговорить значит не подходит нет нужен человек который уже сам вовлечен в определенную тематику и он безусловно будет конкурировать мы сейчас вот уже два месяца собрали силами и начали проект проект входим в те зоны и навещание которые до нас никто не делал мы взяли редкие языки и транслируем их в россии переводы с них и я всегда очень скептически и очень критически относился отношусь к тому что делает МГИМО ну просто в силу того что у них очень слабенькая историческая подготовка страноведческая та которая создают культурный фон для языка но я представить себе не мог и я рад то что я ошибался насколько у них хорошая языковая подготовка по редким языкам мы начали вещать новости с албанского языка амхарского суахили дари хинди корейского ну и так далее и мы будем это развивать о чем это говорит это большой проект это говорит что человек который казалось бы без шансов на какую-то карьеру сидел и долбил свой албанский язык и знал может еще немецкий он получает прямую светлую дорогу самой блестящей карьеры потому что сначала мы будем вещать с албанского на русский а потом будем вещать наоборот здесь следующий этап качества или например без моего участия там мои работники сотрудники мои товарищи уважаемые все без исключения наши товарищи наши работники пришли в регнум работать на простую должность и поэтапно доросли следов высоких начальственных каждый наш маршал авиации обязан уметь летать и опять прежнему даже если он начальник работает за станком и каждый день делает свой труд так вот объявили конкурс выбрали замечательного человека мальчика не знаю где он живет сейчас это уже не важно где он живет он критически описывает новости технические и рыночные новости компьютерных игр я человек старого образца я все считаю это крайне чем-то неприличным но когда нашелся человек который критически со знанием дела описывает эту огромную сферу жизни я капитулирую сказал да ты молодец и это тоже надо изучать и это тоже надо критически освещать парень долго искал взрослый парень долго искал себя одно другое но сейчас пошла мусорная тема вы знаете мусоросжигающие заводы экологии и так далее и он так раскрутился так специализировался его специально зовут его приглашают пришлите к нам вот этого у нас мусорные там полигон вредный он справится все побеждается усердием но только тогда когда ты сам выбираешь свою специализацию когда ты ничего изволите когда ты не широкого профиля широкого профиля в профессии нет вообще нет врача широкого профиля стоматолог акушер и так далее так же и в нашей информационной работе мы имели негативный опыт многолетней работы с одним из журфаков не буду их обижать называть это заведение но вот журфак у них мы каждое лето брали по 50 человек на практику и конечно может быть я ошибаюсь но мое критическое отношение подготовки на этом конкретном журфаке в этом заведении которым я говорю сформировалось из-за того что приходит 50 человек во-первых там 99% из 50 девочки 99% из этих 50 идут на рекламу то есть по определению в службу сервиса не творческую рекламу а вот подай принеси и самое главное вот лет 10 мы с ними работали и за все время в лучшем случае из каждого потока оставалась одна девочка это катастрофа катастрофа поэтому те немногие журфаковцы которые у нас работают успешно и делают карьеру и начальственную и всемирную славу приобретают как я говорю они безусловно всего добились сами и вот я вам уважаемые товарищи и даже в чем-то коллеги как будущие работники средств массовой информации желаю действовать как Мюнхгаузен который вытаскивал из болота себя сам за волосы это благородная задача благородная это порождает большое самоуважение я желаю вам большого труда и победы спасибо сейчас подходит время сессии вопросов ответов если есть вопросы вы давайте знать пожалуйста чтобы я передал микрофон созревают пока вопросы пока думаете хорошо тогда если позвольте я начну с самого может быть простого для вас с другой стороны требующего на мой взгляд разъяснения как все из-за того что вы сейчас говорили в первой части своего выступления как с вашей точки зрения сегодня может выжить типовое информационное агентство вот на примере Рэгнума что является основой его если хотите бизнес модели что является основой позволяющей удерживать качество вопреки желание все-таки перекинуться на количественные параметры но особенно перекинуться на количественные параметры нам не дадут поисковые машины потому что она не фильтрует все что не участвует в их бизнес модели так что трафик не ограничен а самое важное что отличает нас от других агентств не будем показывать пальцем резкое сокращение промежуточных стадий согласования и цензурирования новостей в некоторых местах таких стадий пять от начального текста и до выпуска мы же если это доверенный опытный работник мы вещаем круглосуточно из любой точки мира если это безопасно там есть страны в том числе кажущиеся демократическими где мы никогда не позволим нашему работнику самостоятельно выходить в редактуру поскольку там будет ГБшный надзор и это все выйдет боком одна из таких стран где опасно вещать с ее территорией Украины это очевидно опасно и в том числе физически для того кто это делает а физически в том числе не только там включая пытки избиения но и уголовная ответственность а так в принципе человек который квалифицированный знающий свое дело он вещает у нас и из Владивостока и Малайзия была и Соединенные Штаты то есть наш наша конкурентоспособность связана с тем что мы не содержим четыре дополнительные стадии согласования и цензурирования образцом бизнес-модели для меня служит новгородский новосибирский городской сайт НГС он сейчас уже приобретен французской инвестиционной компанией но он сначала добился феерического успеха в Новосибирске и до сих пор остается главным и мощным они начали как обычный новостной портал а с течением времени наращивали ленту новостей сервисами для того чтобы читателю было удобно не выходить не уходить с этого сайта оплата мобильной связи оплата интернета афиша рецензии объявления там школ детские коляски и так далее то есть они вели себя как универсальный потребительский центр и победили как выжить в масштабах не новосибирска я могу сказать специализироваться аудитория качественных читателей вышеупомянутые 5-15 миллионов человек достаточно велика для того чтобы выжила любой аналитический ресурс если он вещает постоянно в онлайн режиме и не упрощает есть ну и сам я когда работал на телевизоре на телевидении я прошел через это есть ошибочное мнение мнение о том что писать надо максимально просто короткие фразы предложения беспридаточных деепричастных и так далее второе второе второй предрассудок состоит в том что до сих пор продолжается газетная инерция когда ты в заголовке можешь дать любое название там взгляд и нечто или заколосил и сервоз а там пишешь про все что тебе в голову придет потому что человек читатель зрительно с газетной полосы с ее целиком со всей подсознательно уже сразу находит знакомые слова и видит содержание этого текста независимо от заголовка заголовок нужно только в газете чтобы сделать яркий свисток на первую полосу так вот с точки зрения простоты языка с точки зрения текста в целом можно и нужно делать сложные тексты насыщенные но только Христоради не обижай читателя и в заголовке пиши все что ты имеешь ввиду все что ты хочешь сказать заголовок в сетевых продуктах составляет дает девяносто девять процентов аудитории если ты в сети назовешь свое сочинение и заколосилась рожь все тебя никто не прочтет там должны быть ключевые слова желательно без демагогии вот только это честный содержательный разговор со своим читателем автомата может привести к тому что называется ловить хайп туда только такие слова и подставлять которые точно будут привлекать внимание правильно но кровавые зубы вьетнамского империализма сработают один раз два раза а потом этот хайп хайп в большей степени чем что бы то ни было любая истерика подвержена инфляции как мальчик из сказки толстого который кричал волки волки он три раза обманывал его волки не приходили его перестали слушать запредельный истеричный конфликтный желтый заголовок первым подвергается инфляции и он воспринимается как фон читатель очень жестокое явление он голосует ногами и навсегда и если ты его обманываешь этим хайпом то можешь обмануть один раз да вопросы созревают или как все так смотрят да ну и сейчас передам микро тогда вот про читателя вот как злобное явление вы очень много если не сказать что одна из основных составляющих агентства Рыгнум это новости регионов да новости приходящие из регионов России вот как мы видим при этом да что вообще массово так называемого читателя пользователя потребителя информации ничего кроме трагедии в регионах России или провала выборов каких-нибудь очередных особо и не волнует вот я не про возврат в советское прошлое когда вести из регионов только положительные хорошие достижения все взахлеб читают но все-таки каким образом с вашей точки зрения можно было бы вернуть в федеральную повестку конструктивные скажем так да региональные новости как минимум новости потом вот вам слово у нас есть такой опыт мы тоже боремся во внутренней своей практике против новостей то что я художественно называю убили зарезали надо убили зарезали это телевидение все это ушло это не наше есть вещи о которых официоз молчит или говорит стиснул зубы а мы говорим много бензиновый кризис пенсионная реформа если мы говорим об этом много подробно аналитически мы получаем хорошего читателя по аудитории каждый из нас вот находясь живя там где он живет он знает самые острые проблемы допустим Москва жирная богатая фактически закрывшая себя от критики она полна кричащих проблем автомобилистов реновации коммерциализации бюджетной сферы коммерциализации бюджетной сферы слияние школ уничтожение библиотек это остро это важно это труд затрагивает десятки тысяч людей об этом как только ты начинаешь писать тебе товарищи говорят ну зачем ты же что не знаешь что мы вчера открыли памятную доску имени Сидорова на этой библиотеке а то что она эта библиотека уже 20 лет без горячей воды тебя не волнует и так далее то есть если мы разговариваем с людьми о том что их действительно волнует все будет все приложится да при этом надо будет смириться с тем что твоя прибыль невелика а если ты делаешь бизнес тогда надо продавать носки так что ничего не поделаешь да конечно на самом деле после вашего этого ответа конечно хочется как раз спрашивать уже про другое нет не то что я наметил до этого потому что как раз меня интересует когда вот эта проблемная журналистика снова станет эффективной востребованной когда стало все работает и смотрите в социальных сетях и в телеграм каналах раскручивается то что пытается замолчать да 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 ну ведь не могут же замолчать прорывается все равно и основной это вопрос как раз именно про вашу работу в соцсетях и про телеграм каналы и как я понял что вы немножко выделяете телеграм каналы от остальных соцсетей что это несколько иная какая-то уже история началась да вот что социальные сети они все-таки детские они простенькие там есть свои группы и серьезные магазины там вконтакте открывали свои странички но это все-таки очень возрастные вещи а телеграм каналы они постарше и потом наверное я так не очень себя связываю с социальными сетями потому что мы там плохо работаем отвратительно работаем и сколько людей поменяли ничего не чувствую но телеграм канал фейсбук тоже взрослее чем контакт например взрослее для престарелых ну да 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 а телеграм канал это что-то получается середина такая между престарелыми детьми да пожалуй и престарелые тоже ну дети конечно не читают все равно да это средняя возрастная категория и старшая тоже а как это возможно было выстроить вот как это потому что телеграм канал специальный требует знаний туда дорогой входной билет котиков там нет вот у самых тиражных телеграм канал нет котиков ну все если котиков нет то начнете в будущее не берем молодежь против остаемся сами с собой добрый день наверное многие участники сегодняшнего мастер-класса переваривают ваше заявление о журфаке о том что сердится ну нет на то что как мюнхгаузен должны себя сами из болота вытаскивать можете пояснить да и развить свое вот это наблюдение то есть журфак вы называете болотом из которого надо самим вытаскивать себя самообразованием наша любая обычная не специализированная непрофессионализированная жизнь это болото у меня был такой пример девочка прислала резюме в прежние годы из воронежа она имела опыт работы полгода фотографом в какой-то местной газетке после воронежского журфака она решила переехать в москву искала работу себе тысячу долларов тысячу долларов что конечно было возмутительно дорого там в то время начинать можно было с 500 а сейчас и 500 хорошо сейчас рынок очень конкурентный сокращение идущие в крупных сми они больно ударили по рынку мы к счастью может быть потому что сами стали взрослеть мы взяли курс на резкое увзросление кадров у нас работает блестящий престарелые замечательные пенсионеры это очень хорошие работники не потому что мне нужно делать для себя более комфортную среду просто так сложилось задача расширяется и требуется опыт кругозор у которого молодежи нет так вот я очень на эту девочку сердился то есть никто ничего не умеет а хочет сразу получать тысячу долларов а потом я себя одернул и заткнулся потому что получать тысячу в Москве это значит надо было 500 отдать за съемную квартиру ну и так далее так далее то есть для молодой девочки это жесткая перспектива нелицеприятная москва это очень сурово я в москве живу 34 года и я не себя не считаю себя москвичом и я хорошо понимаю что это кофемолка так вот ошибка этой девочки была в том что она не имела никакой специализации она не приложила никаких своих работ она не нашла никакой своей уникальности в конце концов воронеж миллионный город там новостей масса в те годы когда она оттуда присылала туда там была масса внутригородских проблем с ЖКХ ну и так далее там крупный самолетный завод там телевизионный завод там есть над чем работать а она просто хотела поменять место жительства думал что в Москве медом намазано конечно глубочайшее заблуждение и если уж она прислала резюме по интернету она могла бы и новости нам присылать и постепенно бы втянулась в это дело и все то есть все начинается здесь изнутри себя перемена обстановки это самое последнее решение и я не думаю что оно выгодное себестоимость переменной жизни может оказаться неприемлемо высокой и самое главное что живя в Казани вы по идее должны лучше всех знать что самое важное происходит в Казани какие самые глубокие проблемы если вы переезжаете в Астрахань то вы обнуляете свои достоинства это очевидно и мне например очень интересно было когда я начал знакомиться с претензиями татарстанских и казанских бюрократов на особую дипломатическую внешнеполитическую роль в исламских организациях там и так далее и так далее во-первых как к этому относится северо-кавказский ислам существует глубокие противоречия между поволжским и северо-кавказским и так далее это можно бесконечно детально изучать почему до недавнего времени доминирующий доминировавший кажется Камиль Хаков был в организации исламской конференции все эти годы там работал а сейчас туда пересел Абдулатипов понимаете по Болжье утратило эту номенклатуру а приобрел северный Кавказ еще до недавнего времени все внешнеполитическое исламское завихривалось в Казани а сейчас этим руководит Рамзан Кадыров со всеми вытекающими серьезная тема замечательная тема тема для человека и выросшего в Казани со всеми превходящими обстоятельствами можно быть очень глубоким специалистом можно и нужно так что я думаю что огромный город огромная земля спас своей богатейшей истории мне нравится я просто как продолжаю заниматься исторической наукой мне нравится им мощная исследовательская книгоиздательская традиция в Казани но вот эти исламские исторические исследования конкурирует с Нижним Новгородом где исламский институт действует тут очень очень густая почва просто так поверхностно сейчас я выпинлюсь напишу какой-то пост в блоге и меня сразу рыцарь на белом коне с черными усами приедет и возьмет в Москву брехня не будет этого не будет вот эта условная свечка Москвы горящая в сознании трудящихся она вокруг нее она вся усеяна толстым слоем сгоревших бабочек это надо честно сказать там дна нет там все трупики как Хлебников писал золотые трупики веток это извините это уж так по-человечески спасибо аплодисменты как-то я понимаю что сокиты тишина записи она располагает расслабленности все таки вот сейчас одну тему вы невольно так как бы навеяли поскольку много о регионах поскольку желание очень глубоко серьезной аналитикой погружаться в проблемы регионов более того именно о проблемах открыто честно и последовательно рассказывать на федеральном уровне то есть те акценты которые да я услышал вот наверное и недругов у вас в регионах в том числе в региональных элитах достаточно как вы к этому относитесь ну с одной стороны как относиться есть и есть да но с другой стороны же надо развиваться надо получать объективную информацию надо вот углублять свои знания тех альных процессах вот как эти вот сложности вы разруливаете когда оказалось что у нас нет достаточно компетентного человека для описания внутриполитических событий в казани когда оказалось с другой стороны что казанский политический класс очень нервный естественно как всякий политический класс мы приняли решение сделать шаг назад от политических склок хотя мы хотя мы как бы принципиально не изменились и в том числе и с нашим участием Москва искала решение языкового вопроса это понятно для меня образцом решения языкового вопроса является Мордовия Чувашия где чувашский два мордовских языка они представлены великолепно активно активно но нет монопольного диктата нет монопольного доминирования вот это главное так вот когда мы столкнулись с нервностью политической мы сделали шаг назад и стали детально детально изучать экономическую сферу так она оказалась еще более интересной еще более политически значимой и в ней в этой экономической сфере нашлось объяснение для политических нервов и так далее ох как стало интересно но не будем показывать пальцем о глубоких проблемах ряда субъектов федерации мы пишем не рискуя своими людьми если человек живет в городе н и пишет о городе н то рано или поздно дурак какой-нибудь придет и будет делать мозги по-русски говоря мы обязаны защищать таких людей есть приличные места где дураков меньше диктовать не пытаются а там где пытаются там грубо говоря наши работники вещает из соседнего региона он живет в том же временном периоде он знает те же природные обстоятельства общается и так далее да понимаете сетевая коммуникация очень многое изменило можно диктовать в свою волю газете печатной а ну-ка сними статью а ну-ка значит а то не выпустим тираж а тут что пожалуйста диктуй воздуху и они меняются они безусловно меняются сатра поменяются если микрофон если можно да вы говорили что по-другому боретесь вот с этими поисковыми поисковиками да яндекс метрика вот какие способы у регнума для ну во первых есть предположение гипотеза что число новостей все-таки как-то связано с трафиком и уходящие крупные великие агентства которые потеряли свои позиции резко сокращает вещание интерфакс РБК они не имеют большого числа новостей уже представляете это всегда бросается в глаза там 100 новостей там 200 новостей в день уже никуда не идет уже никуда не годится и мы занялись этим вопросом изучили вопросы сейчас в России существует только три информационных агентства которые с разными там флуктуациями производят 700 новостей в день это мы РИА и ТАСС всего значит у нас есть свой постоянный читатель пусть пусть это не первый мой экране выдачи у нас есть заслуженное внимание поисковых машин которые всасывают это все больше работать как говорил товарищ Ленин надо больше работать все ничего не подел специально вы знаете раньше 10 лет назад можно было успешно мимикрировать под поисковые запросы паразитировать на каких-то приоритетах которые задают алгоритмы поисковые машины допустим ты видишь там убийство в подвале пустым мальчиком по голове ну все ты производишь новость с подробностями а мешок-то бурдырявый да и подвал сырой ты цепляешься паразитируешь на первые новости и так далее но сейчас рыночная природа поисковых машин ошесточилась настолько что вот эти штуки уже не проходят они затвердели именно поэтому они не растут они окаменели и все и вот уже эти хитрости не работают так спасибо и вот время к сожалению завершается выходит у нас если позвольте еще один завершающий вопрос тоже на понимание он связан с вашей позиции по телеграм-каналам она во многом понятна и в общем-то действительно обоснована но там есть еще один феномен да это анонимность значительной части каналов не не всех но значительной части вот то что телеграм-каналы работают с группами влияния и то что часть из них анонимно функционирует позволяет через них более активно продвигать то что мы называем фейк-ньюс новости которые не имеют под собой либо никакой почвы либо забрасываются и формируются со специальной некой целью потом никто даже опровергать не будет память на новости сейчас у людей очень короткая слишком большой информационный поток вот ну свое дело здесь и сейчас этот фейк сделает вот с вашей точки зрения что и как можно противопоставить вот этому потоку вот этому явлению фейк-ньюс который сегодня ну явление сегодня фейк-ньюс слово новое явление старое фейк-ньюс были всегда любые новости искажены просто самым способом передачи человек думает одно говорит второе хочет сказать третье слышится четвертое то есть обычные искажения коммуникаций крупнейшие и наиболее авторитетные телеграм-каналы анонимны ну на словах за ней уже известно кто за ними стоит их собственники и так далее да это еще не лицензированные сми мы все годы работаем как лицензированные сми со всеми вытекающими последствиями и я вам хочу сказать что у нас довольно жесткие правила с точки зрения формальных принципов там не забывать писать что такая-то организация террористическая запрещена в россии это жестко соблюдается а что касается необязательных поддельных новостей то с 1 июля семнадцатого года вступил в действие закон о защите персональных данных и там может оказаться что какой-то недобросовестный плохой человек будет прятаться под защиту персональных данных под сень закона а вообще в целом главные собственники и благоприобретатели главных телеграм-каналов известны но не несут уголовные полицейские ответственности потому что не является сми а поток фейк-ньюс все-таки формируется не телеграм-каналами тем что там одна бабка сказала по массиву таких глупостей это гораздо больше за это платят деньги официальные деньги по официальным коммерческим контрактам и органы власти так делают там допустим у него пожар на станции метро а он распространяет информацию о том как сколько открылось новых точек по продаже цветов вот это демонстративное поливание в глаза потребителю это тоже фейк нет не освещать не отвечать реально происходящее событие поэтому я не преувеличиваю угрозы анонимности известно что вот за этим стоит этот человек в кремле за этот это все уже случилось все случилось ничего нового спасибо большое я хочу в завершении только сказать вот был и вопрос про журфак вот я очень надеюсь что у нас будут возможности и в дальнейшем встречаться общаться и ваше грустное мнение о журфаках которое родилось на примере общения с одним из журфаков да вот в общении с нашим точно улетучится и вы полюбите журфак не меньше чем мы под ваши аплодисменты я могу сразу пообещать что если вы решите вопрос с проездным приживанием мы ваших 50 можем каждое лето брать мы можем мы большие не проблема на месяц практики можем брать мы работу дадим не забалуешь у нас у нас не забал договорились это самых лучших 50 лучших 50 мы же должны и практику пройти и вам оказать в общем качественное эффективное содействие и развеять ваши грустные мы правду будем говорить спасибо ваши аплодисменты спасибо спасибо спасибо